МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Знакомьтесь, солнечная Чуваша. В Госдуме РФ прошли дни республики. Нарушения в сфере экологии в Канарском районе незаконно добывали полезные ископаемые. Машина времени в Чебоксарском районе продолжается строительство этноэкологического комплекса. В Государственной Думе РФ проходят дни Чуваши. Накануне в парламенте страны состоялась презентация экономического потенциала республики. Все это время в Москве работают руководители министерств и ведомств промышленных предприятий, организации, депутаты Госсовета. Сегодня из столицы вернулась наша съемочная группа. И вот что рассказывают коллеги. При первых же звуках Чувашской гостевой песни в фойе второго этажа начали собираться зрители. Среди них депутаты Госдумы, представители правительственных структур, органов власти и общественных объединений. Накануне многие уже побывали на выставке и захотели познакомиться с нашей республикой поближе. После рабочей встречи с главой Чуваши к участникам презентации присоединился и первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Я думаю, что это очень динамично развивающийся экономический регион с высоко развитой промышленностью, сельским хозяйством. В последнее время много инвестиций привлекается. В Чуваши развиваются такие высокотехнологичные отрасли, как электротехника. Мы знаем, что в Чуваши один из крупнейших, если не крупнейший в Европе, завод по производству солнечных батарей. И это тоже очень важно, что промышленность развивается, несмотря на кризисные явления в нашей стране. Судя по отзывам посетителей выставки, презентация Чуваши в Госдуме стала не только возможностью узнать, что там в нашей республике, но и поводом поделиться своими впечатлениями о ней. Что мне понравилось по Чувашности взять всю историю России, наверное, самый мирный регион. Никогда не было никаких конфликтов. Ни политических, ни национальных, ни экономических, ни каким-то молодежным, какие-то бывают эксцессы, фанаты какие-то особые родные. Народ искренний, народ доброжелательный, народ высокопатриотичный, народ любящий Россию и преданный ей. Иосиф Давыдович Кобзон, побывавший у нас совсем недавно, подарил общественности новый афоризм, остроумно заметив, что в Чувашии и дураков нет, и дороги хорошие. Впрочем, не только дороги. Успехи республики в социально-экономическом развитии очевидны, заметил вице-спикер, руководитель думской фракции «Единой России» Владимир Васильев. И когда я посмотрел ту информацию, которую вы любезно предоставили, то есть чем гордиться. И что самое важное, что те заделы, которые вы сделали, помогают преодолевать и те трудности, с которыми сегодня встречается экономика, развитая экономика. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в своем докладе отметил, в основу стратегии социально-экономического развития республики положены инвестиции в человека, создание благоприятных условий для его самореализации, формирование сильной личности. Председатель Госсовета Чувашии Юрий Попов дополнил, режим благоприятствования создается и для инвесторов в виде адекватного законодательства, налоговых льгот, госгарантий, готовых площадок. В деловой программе Дни Чувашии участие в работе думских комитетов, различные встречи, которые еще предстоят. Сегодня подобного рода презентация одна из востребованных форм работы и стимул для дальнейшего развития. Я же сегодня сказал в своем приветственном слове, что Чувашии – лучшее место для проживания. И говоря эти слова, я же несу ответственность и перед народом Чувашии, и перед регионами России, и перед государственными деятелями, в данном случае перед депутатами Государственного дома. Много добрых слов высказали, несмотря на политические взгляды руководителей фракции. Это тоже очень важно. Кто побывал в республике, они нас полюбили. Это самые главные показатели. От этого улучшается деловой климат, от этого улучшается инвестиционный климат. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. В эти же дни в Москве состоялась и коллегия Министерства спорта России, посвященная вопросам внедрения комплекса ГТО. В работе коллегии принял участие и глава Чувашии Михаил Игнатьев. С момента возрождения комплекса ГТО прошел ровно год. За это время проделана большая работа, создана нормативная база, установлен порядок тестирования, утверждены поэтапные планы внедрения комплекса. 15 мая стартует единая декада ГТО в рамках Всероссийского фестиваля. Из задачи регионов подойти к работе неформально, а творчески, заметил министр спорта Виталий Мутко, напомнив, сдача ГТО – дело добровольное. Мы должны путем продвижения, пропагандирования комплекса ГТО убеждать людей в том, что это очень важно, что физическая культура является тем элементом, который оздоравливает человека. Убедить в этом человека нужно, что надо вести здоровый образ жизни, быть активным в жизни. А ГТО должен способствовать этому, потому что каждый человек может прийти и проверить себя в своей возрастной группе на уровень физического развития, получить определенные навыки. Вот на это мы обращаем внимание. Для вовлечения в здоровый образ жизни большого количества молодежи нужны простые, адекватные способы. Министр спорта России привел в пример Чувашию, где строятся и активно эксплуатируются различные спортивные объекты. Удачной формой работы Виталий Мутко назвал и массовые спортивные мероприятия, которые практикуются в республике. Зарядка со звездой, велозаезды, день ходьбы. Это приносит свои плоды. В тестовых испытаниях ГТО уже приняли участие около 60 тысяч человек. Сегодня в Чувашии 5 центров тестирования. В ближайшее время они должны появиться в каждом муниципалитете. В Чебоксарском районе Чувашии продолжается строительство этноэкологического комплекса «Ясна». Он станет одной из составляющих масштабного туркластера «Этническая Чувашия». Минкультуры республики провело выездное совещание по вопросам реализации этого проекта. Вся древняя Чувашия в одном месте. Такая амбициозная задача стоит перед создателями этноэкологического комплекса. Работы по его строительству были начаты в прошлом году. И уже есть первые результаты. Построены 4 гостевых двора. В них все соответствует древним поселениям чувашского народа. В планах создать целую этническую деревню, где с максимальной точностью будут отражены образ жизни, быт и обычаи Чуваший. Планируем заниматься также и сельским хозяйством, производить экологически чистую продукцию, с тем, чтобы кормить туристов, и, может быть, производить и на продажу, с тем, чтобы пропагандировать лучшие образцы того, чем питались наши предки. Лечебный центр, где будут воссозданы методы традиционной медицины. Центр творчества, где туристы смогут ознакомиться с культурой и фольклором чувашского народа. Все это появится в комплексе в ближайшие годы. А сейчас поселению уже завели живность и занимаются производством молока и сыра. Весьма интенсивно идет прокладка инженерных сетей. Сами коммуникации, я думаю, уже будут закончены в этом году. Объекты капитального сооружения, вы тоже видите сегодня, они строятся постепенно, поэтапно. К 2018 году, я думаю, на полную проектную мощность экопоселение должно выйти. Не забывать свои корни, национальную культуру и обычаи. Поделиться историей предков с другими жителями России. По словам авторов проекта, это главная цель создания этноэкологического комплекса. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Расиль Мухаммедов, Республика. Нарушения в сфере экологии караются строго. Недавно в этом убедились и предприниматели из Канажского района. Их незаконную деятельность приостановили инспекторы Республиканского управления Россельхознадзора. Материалы дела изучил мой коллега Дмитрий Ковалев. Раньше этот участок вблизи деревни Новая Урюмова считался плодородным. Но теперь сельхозкультуры здесь вырастить будет невозможно. Это подтвердили специалисты, которые недавно провели осмотр земель. На протяжении двух месяцев их арендовало одно из районных обществ. После его работы здесь словно прошелся мамай. Плодородный слой почвы лежит на дне карьера. Хотя по правилам его было необходимо складировать в отвалах. Верхний плодородный слой образовывался на данном участке в течение многих тысячелетий. И мы, сдирая техникой или лопатой или каким-то другим инструментом, наносим очень существенный вред данному земельному участку. Поскольку верхний плодородный слой – это основная часть земли, которая питает растения и служит для выращивания сельскохозяйственных культур. Во время проверки инспекторы выяснили, что лицензию на добычу полезных ископаемых общество не получило. Надлежащим образом не были оформлены и права на земельный участок. Получается, что к работе предприниматели приступили самовольно. На них наложили крупные штрафы. Общество с ограниченной ответственностью было привлечено по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Кроме того, значит, обществу будет предъявлен иск на сумму полмиллиона 500 тысяч рублей за нанесение вреда данному земельному участку. Но только штрафами дело не ограничится. На данном участке нарушителям будет необходимо провести рекультивацию земель. Медриковалев, Евгений Анисимов, Республика. В Цивильске перед судом предстанет полицейский, который нарушил правила дорожного движения и по неосторожности нанес тяжкий вред здоровью человека. На днях завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего сотрудника полиции из Санкт-Петербурга. По версии следствия, вечером 16 декабря прошлого года обвиняемый, управляя автомобилем Киа-Сир, исследуя на нем по проезжей части улицы Иваново в городе Цивильске без учета дорожных и метеорологических условий, в частности, темного времени суток, дождливой погоды, плохой видимости в направлении движения и влажного покрытия дороги, не проявил должной бдительности и внимательности и совершил наезд на 57-летнего местного жителя, переходившего дорогу. В результате ДТП потерпевшему была причинена закрытая черепно-мозговая травма в форме ушиба головного мозга, что расценивается как тяжкий вред здоровью. Максимальное наказание, которое может получить нарушитель – лишение свободы на два года с изъятием прав на управление транспортным средством сроком до трех лет. Сотрудники госнаркоконтроля Чувашии проверили 12 ночных заведений республики и задержали более 20 человек в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Ночь-2015». Из незаконного оборота изъято наркотические средства в значительном размере. Операция показала, что на сегодняшний день ночные клубы по-прежнему остаются одной из зон риска. И цель таких мероприятий у нас по проверке мест массового досуга молодежи – это не только выявление и привлечение к ответственности лет, которые употребляют и распространяют наркотические средства, но и устранение причин, условий, способствующих распространению наркотиков в данных заведениях. В настоящее время операция «Ночь-2015» завершена, но подобные рейды у нас продолжатся. Это все новости на сегодня. А сразу после нашей программы смотрите интервью по существу. Гость студии – программный директор Чебоксарского международного кинофестиваля Сергей Лаврентьев. Не переключайтесь, а я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok